Так вот, сумма проэкспоненцированная. Дальше применяю эту формулу, которую уже применял. Вот она, копирую, вставляю. И получаю, что вероятность для респондента, и для респондента, который имеет возраст 24 года, который является женщиной, который живет в России, который имеет неплохое здоровье, является наемным работником и так далее. Вот вероятность вступления в профессионал. Сформируем код, и теперь вставлю сюда только те применные, которые участвуют в итоговой модели. Копирую таблицу в Excel, чтобы с ней было удобнее работать. По помощи фильтра настраиваю более удобный вид. При помощи словного форматирования вызываю правило. Все, что больше, для целых, допустим, семидесятых. Вот, собственно, допустим, один из блоков. Ну, связаны между собой проживание в двух населенных пунктах, но это не так интересно. В общем, все мультикаллинеарности, они заложены внутри блоков эффективных переменных. Ну, в общем, здесь как бы особо интерпретировать нечего, поскольку очевидно, что если человек живет не в одном населенном пункте, значит, он живет в другом типе населенного пункта. Если человек работает не в одном типе организации, значит, он работает в другом типе организации. Здесь все, как бы, очень предсказуемо. Поэтому мультикаллинеарности по основным предикторам неэффективным у нас здесь нету. Так что интерпретация упакована.